Здравствуйте. В истории рок-музыки есть группы знаковые, которые, в общем-то, не имеют миллионных продаж альбомов, не возглавляют чарты и хит-парады всевозможные, но они всегда находятся в сердцах и умах слушателей, меломанов различнейших возрастных категорий и рода занятий. Сегодня наш рассказ о группе, которая перевернула мышление многим рок-музыкантам, начиная от Beatles, Deep Purple и кончая рангом намного ниже. Тот же всеми нам любимый Ричи Блэкморр сказал, что мы хотели всегда быть клонами этой группы, а это дорогого стоит. Речь идет о Ванилла Фадж. Ванилла Фадж. Несмотря на то, что не особо это ласкает название наши уши, это всего лишь навсего ванильная помадка, которая, в общем-то, добавляется и в отдельном виде, потребляется и в мороженых, как компонент. В общем, что-то такое сладенькое, приятное на вкус, многими любимое. Группа же это, на самом деле, была очень колючая, несмотря на название, очень своеобразная и достаточно резкая. Начнем с того, что в барабане там до сих пор, кстати, группа иногда собирается для гастролей, Кармайн Эпис, о котором у нас, о его группе Кактус и о нем есть ролик на нашем канале. Бас-гитаристом в этой группе был выдающийся басист, которого мы упоминали частенько, с которого многие бас-гитаристы с головой берут пример, это Тим Боггерт. К сожалению, печальный повод его вспомнить в эти дни. 13 января 2021 года, чуть больше года назад, он скончался, Тим Боггерт. Это был класснейший бас-гитарист. Его партии просто виртуознейшие и настоящая школа для бас-гитариста. В ролике о Джеффе Берлине мы говорили, что Боггерт был один из любимейших бас-гитаристов и учителей этого классного басиста Берлина. Группа образовалась в Нью-Йорке, на Лонгайленде. У них была база в 1966 году. Органистом и вокалистом в этой группе является и всегда был и есть Марк Стейн. Иногда его произносят фамилию как Штейн, который, в общем-то, получил массу детских впечатлений от игры своего дяди на музыкальных инструментах. Рос он в Нью-Джерси, вы знаете, это рядом с Нью-Йорком. В общем-то, через, как они говорят, через речку переехал и в Нью-Йорке. И традиции музыкальные у него были сильны. В 18 лет ему уже был доступен Хаммонд, орган. И он вовсю, как говорится, работал на нем с утра до ночи. Мало того, судьба свела его с выдающимся гитаристом Лесли Уэстом, группой Маунти, на котором мы рассказывали на нашем канале. Лесли Уэст произвел со своей первой группой The Vagrants впечатление просто неимоверное на Марка Штейна. И он понял, что ему надо делать. Если нету особых композиторских способностей, или они пока еще скрыты, самый простой способ делать музыку, это брать уже известную песню и сотворить с нее какой-то кавер. Он обратил внимание на Уэста, что он обычно делал как. Сильно быстрые композиции, снижал их скорость, грубо говоря, при сохранении той же мелодики, и сохранил определенный ритм. И получалось что-то очень замечательное. Но с таким составом это не могло не получиться. Плюс влился к ним еще гитарист Винс Мартал. Группа получается у нас фактически полуитальянская. Писы Мартал, они итало-американцы. А к италам-американцам у нас особое отношение, очень нежное. Да и Марк Штейн фактически, Штейн наш товарищ. Поэтому оставалось только найти человека, который бы ими занимался. Так они уже репетировали, так уже материал был. И тут, вы знаете, наверное, сыграла все-таки определенную роль. Некая итальянская клановость куда от этого деться. И группу взял под свое крыло некий Филипп Безел, который входил в мафиозный клан Лукерре, Нью-Йоркский. Филипп Безел быстро сделал ангажемент. В общем-то, у него под его, как говорится, влиянием было несколько очень неплохих клубов. И группа была, как говорится, с гастролями. Все было хорошо. Была какая-то у них гастрольная деятельность. Появились финансы. И как следствие вышел первый альбом. В 1967 году Ванилла Фадж, этот альбом с его бессмертным хитом You Keep Me Hanging On. Песня эта замечательной афроамериканской группы Сью Примс. В Соуле таком сделано. Но Ванилла Фадж ее переделали. Это стал хит. Очень большой хит этой группы. Мало того, опережая события, скажем, что великий музыкант, может быть, не нашего рок-формата, но никуда не денешься. Величайший Майкл Джексон знал очень хорошо Ванилла Фадж. Был знаком лично с Марком Стейном. И они даже как-то песню эту вдвоем играли. Джемовали. В общем-то, есть такая история. Джексон был в восторге от Ванилла Фадж. Альбом этот пошел на ура. Все сразу обратили внимание на что. Во-первых, подача. Очень интересная органная партия. Во-вторых, вокальные данные. В основном пел Стейн, но поющими был и Кармен Эппес. Он и остался Кармен Эппес поющим. И поющий Винс Мартл. Блогер так иногда подключался в это дело. Но изюминка была в чем? В том, что ритм-секция группы, барабанщик и бас-гитарист создавали очень мощную хард-роковую подкладку. А орган на этом фоне давал определенный пассаж, который, в общем-то, и создавал то, что называется неожиданностью группы. Все просто обалдели. Как так? Песня на 8 минут. Если у всех привычка сингл, должен быть 3 минуты. Пепа ставил пластиночку, 3 минуты отыграл, перевернул в сторону. Все. А тут 8 минут. Это было так неожиданно. Когда группа выехала на гастроли в Европу, на них народ, что называется, ломанулся. Джон Лорд и Ричи Блэкмор из Ди Пёрпл вспоминали, что Ванила Фадж была группой номер 1 в Лондоне. На них ходили все. Битлз, а именно Джордж Харрисон, аранжировка, фактически, кавера на Элеонор, Ригби и Тики Турайт песни Битлов, ставил всем, везде и всюду. Ринго Стар, барабанщик Битлз, вообще сказал, ребята, ну это что-то вообще непонятное. Эти люди просто какие-то сборище сумасшедших. И это вот сборище сумасшедших выздавало классно. Вот послушайте Битловскую Элеонору Ригби, это сделали они целый аудиоспектакль. Так песню превратить, так ее подать, это говорит о том, что, конечно, в голове было что-то нечто. Жизнь группы продолжалась, гастролями она была напружена. Второй альбом вышел в 68-м году, The Beat Goes On. Третий, Ренессанс, в том же 68-м году. И в 69-м году вышла пластинка, которая, в общем-то, многими критиками признается верхушкой. Наравне с дебютником Неа Зе Бегинин 69-го года и 70-м году рок-н-ролл. Просто название такого альбома. И группа, к сожалению, 14 марта 1970-го года отыграла свой последний концерт на тот период. Как говорил Марк Стейн, было множество тому причин, но мы, наверное, фактически исчерпали себя. Да и Кармайн Эпис рвался в свою новую группу. Вы помните, шикарный Пред Кактус и был альбом, состав великолепный Бек Боггерт Эпис. Потрясающий альбом 73-го года. То есть, развалились они. Конечно, если бы, нам думается, были сумасшедшие продажи альбомов, это было бы, наверное, рановато. Но так как публика разделилась четко на два лагеря, то особых коммерческих, таких феноменальных результатов достигнуто не было. Но нам важно что? То, что эта группа повлияла сильнейшим образом, и это признают все абсолютно, на Юра Хип, на Диперпл, на Лед Зеппелин. Дело доходило, даже вот история нам сохранила некоторые казусные моменты. Когда Зеппелин выехали в Штаты, первые гастроли у них были, они были открывающей группой, вот это страшно подумать. Зеппелин были открывающей группой для Ванила Фадж. И зарегистрирован был такой эпизод, что группа, которая открывающая, она обычно по своей подаче, по мощи, по значимости, ну, естественно, слабее закрывающей группы. Так вот, Зеппелин отыграли раз так, что Ванила Фадж, Марк Стэнн вспоминает, даже побоялись выходить на сцену, потому что, говорит, делать было нечего эти ребята, но мы все равно таки вышли, сделали дальше совместный джем. Но вот Лед Зеппелин для нас было потрясение, еще одно было потрясение, это Джимми Хендрикс, с которым тоже у них были совместные концерты. Ну, вы же знаете, музыкант по рождению, он всегда музыкант. Группа, интереснейший, сделай Реунион, возвращение. В 1982 году они собрались и выпустили, записали, долго ее писали. В 1984 году вышла пластинка, ихняя Мистери называется. Интересный факт. На этом альбоме сыграл величайший гитарист Джефф Бек. Он всегда был рядом и с Ванилой Фадж, и с Кактусом, и Биг Боггер Теппес. То есть, в этих проектах близко ему была такая музыка, но сыграл, никто бы его и не определил, под псевдонимом. Он там прописан на исходящей информации. Джей Туэт. Так знаете, Джей Туэт, это и есть Джей Бек. Он там зашифрованный. После этого группа неоднократно соединялась, как говорят, денежку подзаработать. С ними даже в феврале 2021 года подписала одна из записывающих компаний контракт новый, то есть будет альбом Ванила Фадж. Мы говорили, что Боггерт умер, его периодически на бас-гитаре заменяют различные музыканты, а все остальные, что называется, в строю. Вы знаете, удивляет творческое такое долголетие, остается только порадоваться. И ждем альбома, и надеемся, он будет не хуже, чем кактус, который мы обозревали последний день, альбом Тай Троп, выдающийся, по нашему мнению. И думаем, что Ванила Фадж сделает пластиночку не хуже. Слушайте эту группу, она заслуживает вашего внимания, безусловно. Спасибо за просмотр, всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok